Дядя Юртос, тебе привет от Кати. Давай футбол смотрим Юртос. Да, смотрим Юртос футбол. Здесь футбол, смутбол. Сил больше нет, хотим смыться домой. А то уже насмотрелись футбола. Пока ничья. Так и вот. Пойдемте я вам бассейн покажу, лучше местный. Да, и вы будете смотреть видео. Пока мы смотрим футбол. Бля, забери вот эту штуку. Я теперь могу забирать, пошли. Сейчас, подождите, она ничего не может. Как всегда, у нас футбол идет сегодня очень напряженно. В общем, живем в Колумбии на Карибах. Да, все болеем за футбол. Реклама идет. Это наш, в общем, крыша бассейн. Там есть бассейн. А сейчас я вам покажу главный бассейн. Сейчас страна Колумбия сегодня болеет. Даже в бассейне нет никого. Погляните. А, ну только дети и женщины. Это наш главный бассейн. Давай, смотри, приходим сюда, купаемся, смотрим на море. Бля, я гол пропустила из-за тебя. Давай быстрее, давай быстрее домой. Гол, гол. Бля, давай поехали. Да-да-да, гол, гол. Что, серьезно, гол? А дашь телефон. Мне что-то орут. На пенальти. Бля, кто выигрывает? Агата опять напилась. Какима, бля. Ого, просто ни за что. Быстрее. Три дня отходило. Вот такое начало видео, друзья мои. Дальше будет интересно. Катя, расскажи, как ты так отчетилась. Белоколомбия. Вот, друзья мои, вот смотрите. Он всегда орет. Ладно, смотрите, смотрите видео, будет интересно. Доня. Доня ткаешь, дебилка. Доня, давай скорее, пожалуйста. Давай, урод. Ну, у нас же с Катей сегодня необычный день. Да. Артур Чабанян, спасибо за необычный день. Время уже темнеет, а мы сегодня ни грамма алкоголя не выпили. Вы же не пугались ни разу. Да, даже не поругались ни разу. Но весь это у меня жутко. Ну, бешой ее жутко. О, покусаешь. Да. И челябинская женщина охренела до того, что говорит, трезвая, готовить не буду. У нее слишком много жертв. Да, ждем доставку. Ездили сегодня, искали клетку на стриме для собак. Объясни нам про клетки. Не нашли. Не нашли. Все, есть размеры, а под эту, блин, Доня Промакс нет. Под Доню Промакс есть размер, но там клетка не для всего качества, с ней могут не посидеть на рейд. В общем, вот такие пока пироги. А, и душноват вон. Так что, Артур, спасибо. Скорее бы завтра. Ну, а мы гуляем. Женщина Селябинская, собака из Канавы. Закат такой более-менее. Наш уже родной домик. Карибы, шмарибы. Ну что, вот походу и заканчиваются наши приключения в Колумбии. Осталось совсем немного. И дальше только что-то новое будет. Полюбилась Колумбия, конечно. Даже интересно, будем мы здесь еще в жизни когда-нибудь или нет. Уж больно далеко. Я думаю, теперь, знаете, в глубокой старости. Ну, не в глубокой, лет в сорок пять, пятьдесят. Сколько мы, да, долго здесь прожили. Только, знаете, положительные эмоции. То есть, Колумбия меня восхитила. Это я так навеяло что-то для вас закатиться. О, Канавы из Собаки. Ютубный Юра. Так что, сидим, короче, опять какая-то клиника. Пытаемся собаку на рейс зарегистрировать. И что-то вообще не получается. Про коробку я вам сказал. То, главное, трудность коробку найти. Вроде город полумиллионник, знаете, а нет ничего. Доня, не ссы, прорвемся. Прорвемся. Да Катя вон там с женщиной разговаривает. Ну, у которой есть испанский язык. Чтобы, может, нам помогут зарегистрироваться. Я так вообще предлагаю в аэропорт съездить на стойку регистрации. И там все, бля. Ля-ля-ля-ля-ля. А Катя хочет пока по-другому. Но на днях все равно поедем, как я сказал. У нас обычно всегда так. У вас все новое. Настроение такое предулетное уже. Так сказать, финишное, прямое. Сейчас еще, может, пару дней отдохну. Не справилась Катька с этим. Но ничего. Нервничает очень, когда что-то делает. Я так спокойно отношусь. Да, Доня? Ты, которые вот эти вот на 5 дней нужно за 5 дней. И когда уже придете, вы оплатите поздоровайся. Чего ты не идешь здороваться? В общем, что-то надо делать. А, на сегодня мы это... На сегодня нам нужно поехать там и купить бокс. Чтобы завтра поехать или сегодня поехать в аэропорт. Куда надо ехать уже с боксом и с паспортом. Для того, чтобы сделать на нее резервацию. А, ну вот. А все документы предоставить в течение 5 дней. А, что? Потом, то есть завтра мы поедем, возьмем документы там. Все закончим в той клинике, получим их. Для этого нам нужно знать, где мы живем в Панаме, кем рейсом мы улетаем. Поэтому сначала мы едем в аэропорт. Поэтому едем на рынок. И что вы думаете? Вот уехал вроде на Карибы. Вроде все должно быть нормально. Опять приходит на стрим Артур Чебанян и говорит, Юрец, есть тема. Завтра надо опять не бухать. То есть, бля, сегодня опять вот посидели с Катюшкой, отдохнули, попили певца у себя в домике. А завтра у меня опять трезвый день. Какие у нас на завтра планы? Вот расскажи просто, чтобы голос как женский был. А ты думаешь, что я тебя выгнал. Мы ездим завтра в клинику, делаем все Донину документы, едем в аэропорт, в офис. А завтра не получится, это только понедельник. А трезвыми не поедем? Нет, не то, что трезвыми, а завтра же рейса нет. Значит, на стойке никого не будет. Нам не уехать. Бля, потому что здесь очень хорошо, и мы не стремимся к уехать. Нет. Нужен кто-нибудь, тиньте 100 тысяч, мы точно уедем. Я вообще не знаю, что делать, бля. Нет, просто ставим в дедлайн себе в понедельник, что мы точно едем делать документы. А вот давай, я в этом видео пытался рассказать, что там надо, собаки. Вот расскажи, что нам надо, чтобы уехать, что сделать. Нам нужно купить коробку. Вообще, нам нужно приехать в ветклинику, где мы делали документы для Дони. Это один документ на вывоз Дони из Колумбии. Другой, это сертификат здоровья. Мы делаем эти документы, они действительно 5 дней. За эти 5 дней нам нужно успеть отправить их в консульство Панамы по почте, для того, чтобы консульство Панамы нам их апостелировало и вернуло обратно. То есть заведомо разрешило въезд собаки, то есть проверило, что она может въехать. Затем нам нужно еще на другую почту в аэропорту отправить эти документы, апостелированные консульством, чтобы что произошло, чтобы нас ожидали и был ветеринар на месте. Также нам нужно купить два билета на нас. Билет на Доню и коробку, подходящую под размеры Дони и подходящую под... Панаму, мы хотим, вот у нее Панамы, видите, вот это черное. В общем, вот такие пироди у нас, друзья мои. Костя, Афанасия, в баке привет. А что у меня пропали запахи? Катька, еще что? Я не чувствую запахи. Меня очень сильно это пугает. Потому что сегодня Юра Андрей разговаривал со своей матушкой, она сказала про одну болезнь страшную, которая, помните, еще пандемия была ее. И вот я сейчас думаю, дома не подцепила ли я эту. Зачем ты меня прям так в рот сверст начинаешь? Чтобы им громче было. Чтобы у них было... В общем, вот так, Катя боится заболеть. У нее то эта, блядь, опухоль свинки, блядь, то еще какая-то хуйня. Каждый день у нее что-то новое, короче. То не просраться, то глаз опух, то спина болит. А то молочница, блядь. У тебя всегда что-то есть. У тебя бассейн, ебаный. Каждый день у нее что-то есть. Нет, ты хоть, когда в пять раз проснулась счастливой? Нет, мне вообще 33 года. И что, ну, а мне 43. Так все, ужин началось. На калмятка у меня еще не началось? Это ж каждый день что-то. У тебя не еще, у тебя уже... Для того, блядь, на завтрак нет ни хуя, то еще что-то. Вечные проблемы. У тебя яиц не купила. А, яиц еще не купила. Ладно. Это мой крест, я его несу. А когда ты завтра не пьешь за Артура Чабаняна, то ты сегодня пьешь. Оба-два. Артур, его за тебя. Ем сегодня брокколи. Супер вкусная сарделька. На самом деле, блядь, как в Грузии, настолько же вкусная сарделька. Макароны с сыром и помидоры с огурцами. Вот так готовит Катя перед своим днем рождения. Так, знаете. А чем слово на отъебись можно заменить? Конечно, всего 4 компонента, 3 из которых приготовлены. Спасибо, Любовь моя. В общем, вот так. До сих пор боремся. С моим тупником. Она справляется. Вкусно? Брокколи заебись? У меня вкусов не чувствую. А, я вам рассказывал. Какая прекрасная брокколи. Это соленая. Это соленая и это соленая. Это горячая соленая, это очень горячая соленая, это хрустящая соленая. Да, теперь соленая и сладкая соленая. Так что вот. Ну ладно, это так, чисто включение. Понимаете? Когда ты живешь на Карибах... Нихуя у меня аисты. Пришли, короче, вечером погулять с Доней и на аистов посмотреть. Смотрите, где аисты. Хуя. Донька, блин, сейчас ты не мочись. Донька, по реке сошелись. Доня сходит с ума. Там аисты. Тут аисты. Тут тоже птицы. Поглядите. Пеликан побежал? А я пеликан. Вон стоит. А, вот. Пеликан еще. Пеликан. О, как хорошо-то. Вообще, у нас здесь под домом есть полянка. Ты спускаешься туда и все, что хоз. Вот, там еще река. Там еще река. Мы где-то сегодня бродим в новых местах. Блядь, тебя сейчас змея кустит нахер. А? А, Доня крабов ловит. И здесь странно, что птицы вас не боятся. Ну, в общем, вот. А у нас сегодня очередной день от Артура Чебаняна, когда мы трезвые. Моя любимая челябинская женщина приготовила вот что. Говорит, есть? И что, выпаривается. Нормально, да, бурлит? У нас запахи пропали. Не чувствуем запахи. Все мягенькое уже. Знаете, бросили пить и все болячки повылезали. На губах вам всякая хрень. Катька кашляет. Ну и что надо делать, да? На, сад. Море тоже отходить. Что собрались по себе тут кучу? Да, интересно, что готовишь. Прости меня, пап. В общем, жду и иду. Да, когда не бухаешь, охота, знаете, желать. Сегодня смузи делали очень хороший. Кто на стриме был, видели. Ананас, клубника, мороженое и банан. Там вообще... До сих пор он отрыгивается. А банана не было? Ну, в общем, вот. Галябинский Пинтертон вытаскивает. Еды. А, тебя записать надо? Нет, только себе. А, подождите. Пожалуйста. Ну, так-то. В общем, вы видите вот так. Пюрешечка, кулочка. Сегодня, кстати, уйдет Ера. Там тоже котлетки и пюрешечки. А ты шорт? Нет. Нет, да. Туре, 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 туре. Сейчас ваш любимый клипс, как и лампийский блогер, попробует еду. Блин, ну, вы знаете, да, что у меня новая проблема? Я запахов не чувствую. Да. Катя, который не чувствует. Аккуратно, горячая, запихает просто. Бухать бросил, и запахи не чувствует. Ммм, угу. Даже шкурка сверху. Угу. Очень-очень-очень вкусно, Катя. Так, что у меня. Ммм, угу. 50 минут в духовке, да? Час. Вот так, чтобы в нашей духовке. Да. На 240, в общем, только курочка появляется в нашей духовке. Ммм. Все. Всем приятного аппетита. А когда мы не пьем, мы ездим правильно кое-куда. Сдали вот такую машину. У меня там песенки. И едем. Делать ничего. Заходили. Знаете, дома пожрали, и опять ждать такое. Смотри, и смотрится через вот это розовое небо. Ну да, розовое небо вообще здорово. Скорее бы завтра, в общем. Друзья мои, наш водитель справился. Друзья мои, сколько у нас Юрушки по-нормально дышал? О, Макдональдс. Бля, ехали. Может, МакАвто, и домой. Минут 40. Мы жрём в тачке. А, здесь есть такое? Да. Да нет, давай пожрём. Да реально? Да. Может, МакАвто? Я что, я на... Да не пойду с ним обратно, нахер. Ну что, он ужасно едет? Ладно. Потом будем тут машину 3 часа ловить. Всё нормально. Делаем обзор. Когда он остановится? У входа. Цены в Макдате умножайте на 25. Вот, а взять вон за 44. Макапота... О, набор взять за 45. Я не хочу. Конечно, ты, блядь, 60 сейчас вбахает. Почему ты не хочешь-то? Чё там? О, да. Я, наверное, неизвестный, блядь, 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 я хочу, потому что я не хочу. Возьми себе нормалу. Всегда орёт. Сейчас 60, блядь, наверное, минут 40 постоим. О, давай космонавтам будут. Подержи, пожалуйста. Дай космонавтам, но будут. Дай, пожалуйста, космонавтам. Я думала, Биг Макра заедет. Билд Топия. Плей Мобайл. Дебил? Дебилу сколько лет? Напомни. Такая большая. Зачем такая большая? Я дырка сделала? Не понятно. Здесь вот эти, другая, Колумбия. Погляди, что можно взять. Это 65 умножить на 25. Ну да, наборы, наверное, не так хороши, как просто. О, ещё и второй этаж у нас есть. Наш трезвый ужин на Карибах. Субботний ужин. Праздничный. Праздничный. Спасибо, Артур. О, да. Ну да, вкусненький. О, да. О, да. Двойной. Ммм, мм, 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 мм. О, вы меня видите? Презвая Юра. Опять с вами. А сколько я мальцов? Сальмон? Сальмон. Вкусная тоже. О, а сколько сальмон стоит? Давай ждем. А сколько это? А сколько это? А сколько это? А сколько это? Не, сколько это? 17, короче, 34. Не знаю, мы её на филешке покупали. 800 рублей, полтилла вот такой рыбы. Не, 17, 500 рублей. Короче, непонятно сколько. Короче, 1000 рублей килограмм вот такой рыбы получается. А вот это стоит 500 рублей, полтилла. Он нам сразу и сделает. Эту рыбку все любят. Редактор субтитров. Продолжение следует...